Что только не предпринимает футбольный клуб «Крылья Советов», чтобы наконец-то начать поступательное движение вверх по турнирной таблице чемпионата страны. Даже запустили в космос фирменный флаг и футболку. Но даже этот трюк оказался безрезультативным. Пока. «Крылья Советов» проиграли на домашней арене московскому «Спартаку». Матч, конечно, ожидания моей не обманул. Напряженный, интересный был. Конечно, есть доля разочарования. Второй матч подряд на последних минутах пропускаем. Сам факт пребывания флага и футболки, такое случается нечасто. Поэтому я думаю, что это будет такой серьезный сувенир и артефакт для «Крылья Советов». Я думаю, стимулом достигнуть таких же космических высот. Радиационная футболка поначалу даже принесла удачу «Крыльям Советов». Главный снайпер команды Александр Соболев открыл счет в матче. В конце первого тайма. Но уйти с политриумфаторами авиаторы не смогли. Вторую половину встречи они проиграли 0-2. Второй мяч они пропустили в добавленное время. Огорчил самарских любителей футбола голландский полузащитник Гу Стиль. «Крылья играли хорошо в первом тайме. Даже забили. Но во втором мы сделали свою игру, и я рад, что смог забить победный мяч». 1-2. Поражение «Крыльев Советов» на домашней арене. И в результате 13-е место в турнирной таблице. А это значит, что команда сербского специалиста Меодрага Божевича продолжает историю прошлого сезона. «Крылышки» по-прежнему находятся в зоне вылета из премьер-лиги. «И проигрывали в центре сегодня и просто не могли вперед зацепиться за мяч. Поэтому очень трудно было говорить о какой-то игре». Покажет ли Меодраг Божевич и его футболисты хорошую игру, станет ясно уже в эту пятницу. На Самара-арене встретятся «Крылья Советов» с московским «Динамо». Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.